День воскресный, день чудесный. Счетная палата Российской Федерации за моей спиной, а это значит, что мы находимся с вами в центре города Москва. Мне очень нравится. Во-первых, это центр. Окна у меня выходят в ту сторону, я не слышу ни шума, ничего. А вы на каком этаже живете? На 12-м. А, у вас, наверное, шикарный вид открывается из окна? Да, все видно. Я Кремль вижу. Ну, шикарно, да? Да, нормально, отлично. Куда мы приехали не случайно, для того, чтобы подсветить тему и сделать выпуск, а есть ли доступное жилье внутри Садового кольца и как оно выглядит. Да-да, друзья, именно об этом мы сегодня и поговорим. Это некая вторая часть, если хотите, в продолжение выпуска о дорогой недвижимости с той самой Золотой Миле, о которой совсем недавно выходил ролик на канале, где я опрокинул фразу, что можно показать вот этот контраст. Который заключается в цене, ведь народ голосует рублем. В предыдущем выпуске я вам показывал элитное жилье Делюкс-класса, цены на которые варьируются от миллиарда до четырех. Возникает логический вопрос, а есть ли доступное жилье и сколько оно стоит? Как оно выглядит внутри Садового кольца? И такое я вам сегодня покажу. Я сделал фильтр и вы увидите квартиры с ценой от 14 миллионов рублей до 25. А чем вы, мой человек, занимаетесь? Киносъемкой. Какой киносъемкой? Сегодня будет интересно и полезно, ведь я сам когда-то мог жить и мог купить квартиру себе внутри Садового кольца. А вы сюда переезжали, то есть получается вы покупали квартиру, сознательно сейчас заезжали или как? Да, я сознательно покупала эту квартиру, сознательно выбирала дом, потому что он по цене очень доступен. По сути, я могу это сделать и сегодня, и прямо сейчас, и многие из вас, у кого есть квартира в Москве, либо в вашем регионе, по цене 15-20 миллионов рублей, вы можете переехать. У нас сегодня будет действительно жилье для жизни и будет несколько таких объектов, я бы их назвал, может быть, фриковыми, но они находятся в интересных домах, на центральных улицах. Но как это выглядит? Вот это мы даже открывать больше не будем, я вот так вот буду держать. Там тараканов просто мама дорогая, я сейчас прям посветил, они там кишат, я серьезно говорю. Ваше мнение вы напишите в комментарии. В общем, без промедления мы начинаем прямо сейчас. Вот прочувствуйте эту атмосферу, ведь о недвижимости и жизни в центре города постоянно идут споры. Среди москвичей, среди людей из регионов, для кого-то квартира в центре это нечто большее, это какой-то статус, это означает, что у тебя теперь есть недвижимость, которая может тебя в случае чего обеспечить до самой старости безбедной жизни. Ведь ее можно продать, ее можно дорого сдавать, вообще квартиры в центре это вау, это дорого. Но при этом посмотрите по сторонам, какой здесь трафик. Вот садовое кольцо, 5-6 полос в одну сторону, 5-6 полос в другую сторону. Бесконечный шум, гамм, прогазовка. В общем, друзья, вы можете этой атмосферой насладиться прямо даже сейчас через камеру. Ну и в том числе, я думаю, многие из вас бывали, гуляли, это я делаю акцент для тех, кто не из Москвы. В том числе, посмотрите по сторонам, какая недвижимость, какая архитектура. Вот стоят дома вдоль дорог, и в этих домах, несмотря на то, что вот такое встречает нас возле дома, квартиры стоят бешеных денег, и никто их за копейки, ведь шумно, пыльно, продавать не торопится. Когда мы передвигаемся по городу, именно по садовому кольцу, сегодня мы делаем именно на нем акцент. Мы видим зачастую старые архитектурные сооружения, в которых есть свой шарм, в которых есть своя история, которые хочется рассматривать, остановиться и смотреть. Ммм, сталинский ампир, во, посмотри, какие фасады делали раньше, почему так не делают сейчас? В послевоенные годы здесь начали строить экспериментальный дом, который известен в народе как дом на ножках. Это далеко не единственный дом в Москве, так более того, подобные дома строили по нашей стране. И вот в 1967 году здесь вырастает вот это. На первый взгляд, когда смотришь на этот дом, у многих людей возникает вопрос, а как вообще такое возможно? Почему здесь построили в окружении такой красивой архитектуры, назовем его так, обычный панельный советский дом, в котором нет ничего интересного? На самом деле история этого дома намного глубже. Вы посмотрите, какой я вам потрясающий кадр нашел. Именно так выглядело это место, где мы сейчас стоим. Смоленский бульвар. Поговаривают, что фотография сделана в 1936 году. Со временем бульвар начали перестраивать, но тогда не было речи о выгоде девелоперов. Тогда идеология и забота о народе, светлое советское будущее стояли во главе. И вот появление такого высотного здания в 60-х годах на Садовом кольце пишут, что было даже и уместно с точки зрения архитектурного облика. Самое главное, что в этом доме могло поселиться гораздо большее количество людей, нежели в типичных 2-3-5-этажных домах. Повторюсь, что дом этот экспериментальный. Построен он из вибропрокатных панелей. Отмечали, что будет повышенная шумоизоляция. Отмечали, что планировки по тем временам гораздо комфортнее, больше и удобнее. Так еще хотели сделать эксплуатируемую кровлю, чтобы люди могли выходить в летнее время принимать солнечные ванны. И вот квартиры в этом доме, вид из которых может открываться на две стороны, на Кремль, на башне Москва-Сити, можно считать одними из доступных в рамках Садового кольца. Сколько они стоят, что они из себя представляют, я вам расскажу далее. Но сейчас нам необходимо немножко прерваться. Внимание, вопрос. Ребята, вот скажите мне, кто из вас, просыпаясь по утрам, встает с кровати с ощущением, что его переехал грузовик, когда ты встаешь такой, шею как будто бы заклинило, все тело затекло, и вот этот сон, который должен был тебя зарядить энергией, ты должен встать для того, чтобы покорять этот мир, превращает тебя в какого-то зомби, и ты просто не понимаешь, что происходит. А я вам скажу, ведь я с этой проблемой не сталкиваюсь уже более пяти лет. Пойдемте покажу. В данном случае мы с вами наблюдаем рекламную интеграцию с соответствующей пометкой. Но я вам серьезно говорю, хочу, чтобы вы услышали это, как отзыв человека, который пользуется матрасами Брюсли более пяти лет. Когда-то я сам думал, что это все ерунда, но, ребята, залог здорового сна это матрас и подушка. Вот все, что вам нужно, как база для того, чтобы вы высыпались и чувствовали себя прекрасно. Матрас идет мультизонный. Простыми словами, я могу лежать на своей половине, переворачиваться, моя жена не будет ощущать дискомфорта от сна. Это тот самый матрас с легендарным тестом, когда ставили бокал, а рядом кто-то ходит, проезжает автомобиль и прыгает, а бокал не переворачивается. Это дорогого стоит для комфортного сна. В нем идет более 2000 пружин, он гипоаллергенный, на него гарантия 10 лет и самое интересное. Ранее у этих матрасов был тест-драйв аж целых 100 дней. На сегодняшний день тест-драйв сделали 300 дней. Как вам такое? Производитель уверен в том, что купив матрас, и когда вы на нем поспите, вы поймете, что это реально круто. А здесь самое главное подобрать для себя тот самый матрас, потому что они отличаются по жесткости. Напоминаю, что у ребят есть шоу-рум, он находится в центре Москвы, куда вы можете приехать и уже выбрать там тот самый матрас, который подходит вам. Более того, прямо сейчас на экране вы увидите промокод MASHKOVSON, который вам дает дополнительную скидку в 10%. Внимание! Эта скидка суммируется с основными скидками на сайте, за исключением акций на готовые комплекты белья. Таким образом, прямо сейчас по ссылочке вы можете урвать и себе хороший матрасик, который подарит вам заряд бодрости на каждый день. И в том числе это шикарная возможность сделать хороший подарок кому-то из ваших друзей на новоселье, родителям. Ну почему нет? Безусловно, ссылочка уже ждет вас в описании, но в конце выпуска я вам о ней напомню. И вы сможете спокойно зайти на сайт, прогуляться, посмотреть весь ассортимент и выбрать для себя все самое необходимое. Блю Слип и продукция, о которых дарит заряд бодрости всей моей семье на каждый день. Пользуйтесь и вы. Вот это вот просто делает город не то чтобы некрасивым, но как бы беднячим. Просто беднячим. Фу! Зачем? Для чего? Мы эту тему с вами неоднократно поднимали, но на самом деле, когда с возрастом уйдешь, проходишь мимо, думаешь, бля, ну пипец, бля, такое ощущение, как вот реально, знаешь, сами же люди создают нищету. В чем это выражается? Для чего вот эти вот каля-маля нужны? На некоторые стены смотришь, они пишут откровенную дурь. Ну ладно, я там понимаю, бывает еще уличное искусство, когда что-то пытаются нарисовать, что хоть в чем-то это проявляется. Здесь же, например, на одном столбе это написано свет. Просто свет. Ну дебилы, по-другому не скажешь, это хорошо еще, что сейчас стало по городу камер больше, ведь это их как-никак, но сдерживают от рисунков на зданиях. Тем временем мы с вами перемещаемся ближе к дому. И сейчас я вам покажу два объекта, ну собственно это первый, будет второй, в которых я когда-то, а именно в 2021 году, был готов покупать себе квартиру, но кое-что меня сдержало. Значит, на сегодняшний день мы не будем вспоминать те цены, которые были тогда, хотя я вам тоже их озвучу для полноты. На сегодняшний день здесь квартиру можно купить примерно по цене 23 миллиона рублей и выше. Все зависит будет от площади, все зависит будет от этажности. Цену я озвучиваю за двухкомнатную квартиру. Начинается, конечно же, с типичных однокомнатных квартир. Далее идет три вида двухкомнатных квартир, два вида трехкомнатных квартир, и один вид четырехкомнатных квартир. Вот двушка, которая сейчас здесь продается по цене 23 с копейками, скажем так, ранее в 2021 году стоила порядка 17 миллионов рублей. Однокомнатная квартира на сегодня может вам здесь обойтись до 20 миллионов, но это, что называется, если повезет. Конечно, ремонт, что называется, бабушкин, и это неудивительно, ведь дом 1967 года постройки, и здесь живет очень много пенсионеров. Очень часто люди, когда мы обсуждаем недвижимость, вот у вас дорога рядом, так не просто какая-то, а садовое кольцо. Да. Раз. Пыль, шум, гам. Проходной двор. Соответственно, любой к вам может зайти. Вот вам, как жительнице, в этом доме уже практически 40-45 лет вы здесь живете. Да. Как вам? Вот честный отзыв. Мне очень нравится. Во-первых, это центр. Окна у меня выходят в ту сторону, но я не слышу ни шума, ничего. А какой у вас этаж? Седьмой этаж. Ну, вид красивый из окна открывается? Вид замечательный. Храм Христа Спасителя, да, Юнити? Да, не тоже храм Христа Спасителя. Ивана Великого можно было раньше увидеть, но построили какой-то дом и заградили нам Кремль. А так и Кремль был виден. Ну, так вот в целом, то, что, не знаю, люди к вам сюда приходят, в подъезды кто-то заходит, вы это на себя как-то ощущаете? Нет, тут приходят все местные люди. Тут выйдут, тут сидят и все. Нет, мне нравится, я не знаю, ничего плохого нет. И то есть желание... Потом я уезжаю на дачу, у меня даже редко здесь бывает. А, то есть, короче, у вас балансировано, да? Вы и природой наслаждаетесь, и городом. А вот можно последний вопрос? А вот вы говорите, вот вы живете в центре, а чем вас вот подкупает центр? Вам что здесь ради? Я вообще-то москвичка и всегда жила в центре, вот здесь на Мосфильминской улице. И, ну, все нравится в центре. Все нравится в центре. Все на расстоянии вытянутой руки. Куда хоть, туда пойдем. В новостроечку не хотелось бы? Не хочу. Большей площади, но поближе к хаду. Не хочу большей площади, хоть хоромы мне давайте, нет. Спасибо вам большое. Вам спасибо тоже, хорошего дня, до свидания. В данном случае квартира расположена на 10 этаже. Вот такой, открывается из нее вид. Напоминаю, что дом 17 этажей. Ну, и не забывайте про такое слово, как ремонт. Все сделать можно абсолютно под себя. И такая площадь, как 45 квадратных метров, станет заметно функциональнее. Здесь, конечно, тоже все на любителя, но это уже, как минимум, не бабушкин ремонт. Друзья, денюжки платите и, пожалуйста, вперед. Эта квартира стоит порядка 25 миллионов рублей, но, как говорится, торг всегда уместен. В общем и целом, призыва что-либо купить, само собой, нет абсолютно. Мы рассматриваем исключительно варианты для жизни. В чем жирный плюс этого дома? Ну, во-первых, это цена по отношению к тому, что находится рядом. Эдуард Львович, скажи про вас, как давно здесь проживаете? С 88-го года. И вот рядом у вас садовое кольцо. Пять полос в одну сторону, в другую. Шум, гам, пыль. Привыкли уже. Двор проходной. И вот в целом, как живется-то, хорошо? Нормально, здесь сад. Все, выходишь здесь. Привычка. Привычка. Да, нет, ну, свежий воздух. Все равно свежий воздух здесь есть. А вы на каком этаже живете? На 12-м. А, у вас, наверное, шикарный вид открывается из окна? Да, все видно. А у вас какую сторону? В эту или в ту? В обе стороны. Я Кремль вижу. А, у вас как раз квартира на обе стороны? Да, я весь сюда. Садовое кольцо вижу все. Ну, шикарно, да? Да, нормально, отлично. Судя по всему, Эдуард Львовичу дико повезло. Ведь у него трехкомнатная квартира в торцевой части дома, из которой бит открывается как на Москву-Сити, так и на Кремль. Окна выходят на две стороны. Но вот сколько стоит нынче в таком доме трехкомнатная квартира? Вот здесь, ребята, цены, конечно, уже сильно разнятся. 68 квадратов, 39 миллионов рублей. С акцентом на то, что квартира после ремонта, все подготовлено, остается только лишь занести мебель, может быть, местами где-то что-то добавить. Почему я говорю, что цены очень сильно разнятся? Ну, вот посмотрите. Казалось бы, в принципе, неплохой вариант, но 39 миллионов. Уже звучит совсем по-другому. Но на шестом этаже располагается четырехкомнатная квартира с заявленными 90 квадратами. Как такое получилось, не совсем понимаю, но, видимо, есть какие-то особенности. Четыре комнаты 90 квадратных метров. Вот это уже полет для фантазии. Можно обустраивать и делать квартиру под себя. Конечно, отстают они от современных квартир. Так, например, здесь не получится сделать законно два санузла. Ну, как минимум, с акцентом на законность. Ну, а так площади, в принципе, дают возможность сделать уютное гнездышко. Вот такую бы квартирку, до этажа, так на 15-16, с окнами на две стороны, было бы шикарно. Ну, никогда не было вот такой мысли за все эти годы жизни, что, блин, все-таки отсюда уехать куда-нибудь на окраину, может быть, в новый дом современный. Я вижу все дома, которые там 30-этажные или 40-этажные. Я удивляюсь, как там люди живут. В 30-40-этажных? Да, или в 50-этажных. Сейчас вот 50-этажные, так более того, их обозначают таким громким названием «бизнес-класс». Да, да, я не понимаю, как там можно жить. Даже работать не понимаю, как там можно. Центральная часть города, историческая часть города. Какой дом ни тронь, везде жил актер, театр и кино, певец и прочие известные люди, именитые люди, богатые люди. Так, например, вот этот дом имеет отличительную черту в виде мемориальной доски Олегу Ивановичу Далю. Он прожил в этом доме с 1978 года по 1981 год. В 1981 году он отправляется в командировку в Киев, где умирает. По одной из распространенных версий, смерть наступила от того самого алкоголя. Олег Иванович был зашит специальной противоалкогольной капсулой. Поговаривают, что согрешил, выпил алкоголь, после чего наступила смерть. Ровно такая информация официально фигурирует в интернете о его смерти. Безусловно, я уверен, что многим из вас Олег Иванович Даль как актер знаком. Он сыграл в большом количестве известных фильмов. Мне он запомнился как актер из комедии «Не может быть». Но вот получить эту мемориальную табличку его вдове Елизавете Даль пришлось постараться. Ведь у него не было никаких официальных званий. И с точки зрения бюрократии это серьезное основание для отказа. Но в итоге продавить этот вопрос помогла продюсер Светлана Винтер. Так и сама мемориальная табличка дело не дешевое. И как вы думаете, кто принимал участие активное в сборе средств? Конечно же простые люди. Они собрали порядка 700 тысяч рублей на вот эту табличку. Так еще что интересно. Вот смотрите. Это получается последний подъезд. То есть почему-то он у них идет не слева направо, а справа налево. Вот это первый подъезд получается. Он открыт, там есть консьерж. Я уже обо всем поговорил. Нас сейчас спокойно туда пустят. И мы сможем подняться на лифте на 17 этаж. И посмотреть вообще какие виды у людей открываются из окна. И как вообще подъезд в этом доме выглядит. Здесь видите как вот для того, чтобы проветривалось, подложили книгу. Книга какая у нас? Ведьмак. Вот так вот. На тебе. Значит выходим на лестничную клетку. Она очень узкая. Вот этот вот спуск. Ну а здесь открываются виды на город. И что мы видим из окна? Ну первое, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя, дом, высотка на Котельнической набережной. Виден Кремль. В общем многие знаковые места города. Опять же можно глазками побегать по крышам соседних домов. Очень интересно, не знаю почему, но я прям от этого тащусь балдею, потому что бывает так, что люди видимо в 90-е годы делали такие себе сумасшедшие перепланировки, когда они объединяли мансардные этажи с жилыми этажами. И получается некая такая двухуровневая квартира. Вот с виду даже видно, что это наша переделка. Но тем не менее очень круто. Вот эта сторона как раз смотрит в сторону Кремля. Парковка хаотичная, то есть разметки как таковой нет. Ну понятно, что жильцы уже между собой определили, кто куда встал, тот там и встал, того и место. Пойдем, пожалуйста, пройдемся с тобой. Вот здесь пока есть, да, вот этот прогал, шум есть. Как только мы сейчас зайдем чуть-чуть вглубь дома, где уже будут перекрытия, шум пропадает. И можно смело предположить, что как раз-таки на тех самых там пятый, шестой, седьмой, и чем выше, тем лучше, там тишина полная. Но в идеале как раз в этом доме иметь там квартиру на две стороны, ну и выше десятого этажа. Потому что это реально будет и красиво, и тише, и свободнее, и так далее. В общем, друзья, вот такая у нас зарисовочка, вот этот первый объект. Нравится вам, не нравится. Обратите внимание, да, у кого там второй этаж, на что у тебя будет открываться вид. Такой некий, некая тюрьма, что ли, по-другому ее не назовешь. Чья-то ласточка стоит здесь с 86-го года. Это шутка, конечно. Но в целом, в целом, вот она. Доступная новостройка, доступная высотка для центральной части города. Подчеркиваю с акцентом, что мы находимся внутри Садового кольца. Вот зарисовочка 10 минут про первый объект. А нам уже нужно двигаться дальше, потому что нас ждет еще 4, зачем я так сделал. Ведь про него еще много чего есть рассказать. Нужно было сделать 3, и тогда на все бы хватило время. Друзья, я думаю, основная мысль вам ясна. Ведь сегодня у нас речь, в первую очередь, про доступное жилье. И как оно выглядит. В 2021 году, когда я покупал вот эту квартиру, где я нахожусь. Двушка 55 квадратов за 11 миллионов. Трехкомнатная квартира здесь, вот 68 квадратов, стоила порядка 17-18 миллионов рублей. Вот что-то плюс-минус такое. Тогда для меня это были совсем другие деньги. Было, опять же, нужно делать ремонт. Я думаю, не, ну блин, тяжеловато, в долги лезть не хотел. Короче, есть еще один объект, о котором я вам сейчас расскажу и покажу. Он более даже доступный. Он покомфортнее в чем-то будет, а в чем-то он будет более спорный. Как говорится у нас на телевидении, не переключайтесь. После короткой паузы мы вернемся в студию и обязательно продолжим. Компания мерч номер один делает реально крутые вещи. В силу того, что у них есть возможность делать не просто стандартно какую-то футболочку, а действительно интересные модели. Но в первую очередь компания мерч номер один, ссылочка на которых будет ждать вас в описании, занимается изготовлением фирменной одежды для бизнеса. Можно сделать полноценный мерч для вашей компании. Делают они действительно классные худи, свитшоты, футболки, кепки и прочую одежду, как в классическом, так и в оверсайз крое. И у них есть любой вид нанесения, от печати до вышивки. Ну посмотрите, веселенькая, нарядная кофточка. Я даже посматриваю на него, думаю, а не накинуть ли мне его часом? Ух ты, магия монтажа! Ну а так на самом деле неплохо даже и смотрится. А еще, что действительно круто, мерч номер один может сделать срочный тираж от одного дня. Всем вам предлагаю заехать к ребятам в гости. У них есть офис в Москве, где вы можете познакомиться, посмотреть на этапы производства, определиться и, собственно, сделать заказ своего мерча для вашей компании. Больше информации, что и сколько стоит, как меняется цена с увеличением тиража, а есть ли более дешевые модели одежды для того, чтобы использовать буквально на один день, на одну акцию, а есть ли наоборот более качественная продукция, которую не стыдно подарить и в которой можно ходить длительное время? Друзья, на все ваши потенциальные вопросы ребята вам ответят на языке профессионалов, но так, чтобы вам все было понятно. Именно поэтому на мерч номер один я оставляю ссылочку в описании, промокод Машков, который подарит вам до 10 июня дополнительную скидку в 15%. Все те, кто подумывал, а не сделать ли крутой мерч для своей компании, время пришло, переходите по ссылочке, оставляйте заявку и размещайте заказы. Как вы знаете, оператор это моя жена, я говорю, давай сейчас с ним, он говорит, ты что, вот здесь рассматривал, вот в этой пятиэтажке? Нет же, правильно, не здесь же? Нет, конечно, но это просто, понимаешь, вот если ближе подходить, это тем, кто хочет себе крутую фотосессию, такую, знаешь, в старом советском стиле, вот сюда приходишь, делаешь фотографии и, собственно, кайфуешь. Мы переходим к нашему второму объекту, пятиэтажечка, который есть абсолютно в каждом городе нашей страны. Ну и вот, пятиэтажечка, Кропоткинский переулок, 20, строение 1. Вот такой вот интересный, уютный домик замаскировался в окружении зелени и дорогих домов. Место спорное, вот как минимум именно с этой стороны. Но, опять же, смотрите, рядом у нас находится здание государственное, высокое, заборы неуютные. При этом проезжая часть гораздо тише, несмотря на то, что здесь вот проносятся автомобили, но одна полоса в одну сторону, одна в другую. Соседство у нас это посольство Палестины, но сейчас вы, возможно, в этот дворик влюбитесь. Кто-то там, может быть, пустит ностальгическую слезу, ведь когда-то, возможно, в таком доме проживали вы, проживали ваши бабушки, дедушки, родители. Подходя ближе, он сейчас раскроется совсем по-другому. Пойдемте покажу. В 2021 году, когда мне нужно было купить квартиру для расширения, напоминаю, ранее мы проживали в однокомнатной квартире площадью 27,7 квадратных метра, нужна была квартира больше. У нас родилась дочка, и я посмотрел, в том числе, как, наверное, любой житель ранее в провинции, квартиру в центре. Но в силу того, что цены бешеные, мне на глаза попал вот этот домик пятиэтажный. И тогда квартира здесь на четвертом и пятом этаже, двухкомнатная, знакомая нам всем площадью в 45 квадратных метров, стоила 12-13 миллионов рублей. Я же покупаю квартиру за 11 миллионов рублей площадью 55 квадратных метров. Но в доме был лифт, в моем доме, где я сейчас проживаю, здесь же лифта нет. И вот эти вот факторы, нету лифта и площадь 45, а не 55, меня остановили. Ну, ребенок, надо коляску поднимать, спускать неудобно. Ну, и во-вторых, нам нужна была площадь побольше. Вот, собственно, только из-за этого. Потому что меня вот эти пятиэтажки, как некоторых, они пугают. Вот эта пятиэтажка старая, проперданная. Ну, друзья, я вам серьезно говорю, никак не пугает. Потому что самое главное для меня не как она выглядит внешне, а что она несет в себя внутри, когда сделаешь в квартире ремонт. А ремонты делают очень уютные, очень классные. В доме идут квартиры однокомнатные, площадью примерно 33 квадратных метра, двухкомнатные квартиры 45 квадратных метров и есть трешки 60 квадратных метров. Все. К сожалению, показать планировки прямо сейчас не могу, потому что не работает сайт, который дает такую возможность. Но вот что есть в продаже. 45 квадратов. Цена 19 миллионов 800 тысяч рублей. Как выглядит квартира? План вы видите на экране. Внутри, ну, понятное дело, друзья, что везде требуется ремонт. Что бы вы ни нашли в подобных старых домах, по-хорошему это все нужно ломать, сносить, переделывать. Есть важный нюанс, что, например, в частности, вот эта квартира, она расположена на первом этаже, потому такая цена. Самые востребованные этажи в этом доме по продаже, это четвертый, пятый этаж. Сейчас объясню почему. Стоит не забывать и про такую функцию, как аренда квартиры. Здесь, например, их сдают в аренду от 85 тысяч рублей, а дом, где мы были ранее, 130-150 тысяч. Ну, аренда тут кто на что гораст. Сам смысл, что объявлений не так уж и много. Так, минуточку, ребят. А чем вы, молодой человек, занимаетесь? Киносъемкой. Какой киносъемкой? Снимаем фильм. О чем? О жизни. О жизни? Да. С какой целью? С какого вы нас снимаете? Так, я не только у вас снимаю, я по всем дворам иду снимаю. Кого вы представляете? Я никого не представляю, граждане Российской Федерации. Мы не даем права вас. А я не должен вас спросить, а что он мне домой пришел? Какое право-то я вас должен спросить? Нет. Я если что-то нарушил, а я без проблем отвечу на вопрос. Нам интересно знать, с какой целью вы снимаете? Вас как зовут? Иван. Иван, меня зовут Дмитрий. Я снимаю с целью создания документального кино про историческую часть города Москвы. Мы снимали про одну улицу, мы снимаем про другую улицу. Показываем, какие есть дворики. Ну, хорошо. Если у вас есть возможность, вы могли бы даже ответить на вопрос. Нет, у меня вообще, мы сейчас заняты, у нас как раз занимаются вопросы. Дамы, дамы, без проблем. Мы про тот двор тоже сняли. Если у вас есть желание пообщаться, ответить на пару вопросов, я буду только рад. Если у вас такого желания нет, то я вас не отвлекаю. Всего доброго, до свидания. Согласитесь, я был максимально откультурен и тактичен. Ну, что еще ответить? Я прямо посуществую. Вот я говорю, казалось бы, люди бы хоть, если бы я сейчас начал отвечать более грубо, там, а что снимаю, хочу снимаю, это было бы неправильно, во-первых, по отношению к их возрасту, но, во-вторых, было бы больше вопросов у них. А так, я только рад бы спросить, как вообще живется, нравится, не нравится. Но, как вы видите, свободен, до свидания. Очень важно здесь удачно купить квартиру именно с этажностью, и как окна будут выходить. Потому что все, что первый, второй этаж, это постоянная вечная темень. Опять же, это ближе к дороге, больше пыли, больше шума. Но вот третий, четвертый и пятый этаж местами здесь дают возможность насладиться и городом, и как бы загородной жизнью. Вот люди делают себе панорамные окна, больше света поступают в квартиру. Балкончики, они обыгрывают так, что это некая такая зона для отдыха. Небольшой французский балкончик. Но это же замечательно, вот в такую теплую погоду, с чашечкой цая или капуцину, посидеть, посмотреть в окно. Особенно, если окна у тебя выходят, ну, здесь на две стороны, скорее всего, не выходят, если только в трехкомнатных квартирах. Но, друзья, продолжать не буду, мысль вы поняли, вы уже там комментарии напишите самостоятельно. Ну, вот видно, кто-то по этой части занимается клумбами. Расставили лягушек, квакушек, белочка, грибочки, клумбы сажают. С одной стороны, знаешь, это отголосок, это пенсионерская жизнь. С другой стороны, если бы так сделали бы вдоль всего дома, это было бы совсем по-другому. Это было бы гораздо приятнее и уютнее. Подходя к углу этого дома, здесь как раз-таки вот самые шикарные виды. Иди сюда, я сейчас тебе прям покажу, так, дорогой зритель, подходи, вон, смотри, пятый этаж, всегда есть свет, всегда у тебя есть небольшая тень от дерева. Вот пятый, четвертый этаж, проходим ближе, 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 вот сюда поворачиваемся. Ну вот, друзья, почему нет? Ну, почему нет? Вот в этих местах, понимаешь, в одном и том же доме, у тебя будет достаточно и света, и в зимнее, и в летнее время. Кондиционер повесил, спасаться от жары, пожалуйста. Вот пойдемте, пройдемся просто вдоль дома и скажите мне, ну это ли не уют? Вот простой человеческий уют. Возле дома чистота. Здесь видно, жильцы самостоятельно делают клумбы. Раз. Вход в подъезд, ну тоже по-своему обыгран. С левой, с правой стороны сделаны дополнительные клумбы. Более того, это, наверное, единственный дом за всю мою последнюю историю, где жильцы, когда я здесь ходил, один снимал, вышли, спросили, здравствуйте, а вы кто? А что вы снимаете? Когда я им дал развернутый ответ, вопросов нету, вперед. Сам по себе домик вот с этой стороны, да, он находится больше в тени. То есть здесь очень много деревьев, для кого-то это жирный плюс. Ты выходишь, ты живешь как будто бы в лесу. И чем дальше мы заходим вглубь, там сейчас подчеркиваю, да, стригу траву, здесь наступает полноценная тишина. Поют птицы, березонька, парковочные места. Ну, друзья, как вам такое? Знаю, что этот дом был построен для сотрудников Института Сербского, и он немного отличается от всех пятиэтажек, которые были типично построены в это время. Ну, площадь для квартир и толщиной стен. В доме очень тихо, ну, в квартирах. А вы давно здесь вообще живете, в этом доме? Нет, я в этом доме живу недавно, но в этом районе живу очень давно. А вы сюда переезжали, то есть, получается, вы покупали квартиру, сознательно сюда заезжали или как? Да, я сознательно покупала эту квартиру, сознательно выбирала дом, потому что он по цене очень доступен, а локация лучше. Ну да, а вы в каком году покупали? В позапрошлом. Квартир здесь немного и в продаже. И если они здесь бывают, хорошие квартиры, то они очень быстро уходят. Здесь в основном остаются в продаже, однако у первой этажа. Ну, расскажите, вот жить в пятиэтажке как? Нравится вам? Вот именно в этом, именно в этом месте? Не вижу сложности. Единственное лифт. У нас высокий этаж, без лифта это тяжеловато. А так нет, нету минусов. А то, что площадь вот 45 квадратов, как? Не хватает, у нас небольшая семья подходит. А за что вам нравится вот жизнь в центре? Вот люди скажут, ну смотрите, допустим, 20 миллионов рублей за квартиру, вы могли бы в эти деньги купить себе трехкомнатную квартиру, но в новостройке, в которой будет там 20-23 этажа, и вот где-нибудь там в Царицыно, плюс-минус в этих районах. Во-первых, опять же, повторюсь, что это центр города. Во-вторых, это очень тихий кусочек центра. Зеленый, ну опять же, доступный дом по сравнению с другими домами. Он свежее, чем то, что стоят фасадные дома на остоженке с причистенкой, а цена получается практически в два раза дешевле. В продолжение, ты выходишь из дома, двор закрытый, машины здесь практически нет, то есть, ну просматриваемая зона хорошая, и ты попадаешь сразу на детскую площадку-спортивную, там турнички есть, те же самые лавочки, в общем, все то, что нужно. Друзья, поблизости есть небольшие магазины, то есть, там куда-то пройтись самому без проблем. Опять же, та же самая доставка. В этом плане ты, грубо говоря, из этого двора, как, наверное, и везде уже по Москве и области, в том числе, выходить не нужно тык-тык в телефоны, тебе все привезли. Незаменимый атрибут и житель подобных домов, кот Василий, разноцветный. Здесь вот у нас, пожалуйста, есть рыжик. Подвал специально, слегка приоткрыт и оставлено. Щели, иди покажем поближе. Для того, чтобы рыжик мог заходить в подвал. Там уже черныш сидит, вон он там вылазит, как блейд. Для того, чтобы если вдруг мышки, крыски, опа, ребята их могли прихлопнуть. Друзья, делайте выводы. Понятное дело, что с одной стороны, это, можно сказать, ну, пятиэтажка. Да как, зачем, почему, кому она нужна. С другой стороны, подчеркиваю, поднялся. Четвертый, пятый этаж, вот эти вот этажи здесь, как нам даже вот женщина подтвердила, самые востребованные. Там люди хотят покупать повыше, поинтереснее, больше света. Сделал себе уютный ремонтик, живи. В воскресные выпуски всегда набирают много комментариев, потому что тема-то жизненная, и каждый может высказаться. Так и сейчас я вас приглашаю, пишите ваше мнение, потому что тема очень спорная. Пятиэтажка, кто-то скажет, классно, уютно, хорошо. Кто-то скажет, да это вчерашний день, да это вчерашнее столетие, чего ты нам показываешь. Мы лишь смотрим, что есть, что продают, какие райончики бывают, а выводы делать здесь только вам. Но у меня для вас припасены козыри в кармане. И прямо сейчас мы с вами переместимся на вообще центральную улицу. Я вам покажу квартиру, как я ее прозвал, квартира Карлосона. Она находится в легендарном доме. Пойдемте смотреть. Фух, ребята, мы с вами перемещаемся на третий наш объект. И это самый центр столицы. Это Тверская улица. И за моей спиной довольно-таки всем известная улица Тверская. Вот этот дом на Тверской, дом 17, на первом этаже здесь находится довольно-таки известный магазин Армения. У многих возникает вопрос, а как это так? В центре столицы магазин с названием Армения, названием целой страны. Так вот, этот магазин здесь находится с 1952 года. И вот магазин Армения здесь считается уже настоящей достопримечательностью дома номер 17. Управляло магазином непосредственно Министерство торговли Армянской ССР. В советское время, как и сейчас, собственно, гастроном специализируется на продаже армянских товаров. Сыры, колбасы, сухофрукты и другие товары. После реконструкции здесь площадь стала меньше, но появилось небольшое кафе. И вот вокруг нас самая настоящая историческая улица. Шумная улица. Вы посмотрите, какие я вам интересные исторические фотографии поднял. Вот так вот улица Тверская выглядела раньше. По правой стороне сейчас вы видите храм, который был построен еще в 16 веке. Это был деревянный храм в честь святого Дмитрия Солунского. На доме сегодня есть даже табличка, говорящая нам об этом. Но вот спустя 300 лет, в 1933 году, храм сносят и на его месте начинается строительство дома. Тот самый дом, в котором сегодня продается квартира, внимание, за 15 миллионов рублей. Как вам такое? Как выглядит эта площадь? Что она в себе несет? 15 миллионов рублей. В легендарном доме. В чем его легендарность? Давайте расскажу. Я думаю, многие из вас, кто приезжал в Москву даже прогуляться, ну здесь уж точно были. И как вам вот этот сам по себе дом, который изначально в народе известен больше как дом под юбкой? Ну покажи, пожалуйста, и ответьте на вопрос, а почему вот это вот дом под юбкой? На ум ничего не приходит? Да я подскажу, вот на этой башне изначально стояла фигура женщины из балета, которая была в юбке. И после этого дом так и прозвали, дом под юбкой. Дом максимально популярен и известен. В нем жили многие советские деятели, научные деятели, актеры, высшие чины, знать. И по сей день здесь живут известные, богатые люди. И вот мы с вами перемещаемся во дворик. Тверская за моей спиной. И здесь нас встречает, ребята, объект номер 3. Квартира Карлсона, по-другому и не назовешь. Значит, смотрите. Вот он, этот дом. Так он выглядит внутри. Подходи, пожалуйста, поближе. Сейчас я тебе скажу, куда смотреть. Видите, вот он угловатый. И посередине идет такая шахта. Ну, условно там, ромбообразная. И вот поднимай глаза выше, вот самый-самый-самый вверх, где висит, где висит тарелка. И вот видишь, там в самом верху белое окошко. Не деревянное, а именно белое. Вот это окошко квартиры. Мне кажется, это получается какая-то такая необычно интересная рубрика. Искать необычные квартиры в интересных местах. Ну, посмотрите, как выглядит объявление. Во-первых, рассматриваем обмен на Европу, Австрию, Германию, США, Дубай. Как вам? Идет полное описание квартиры. Видно, человек постарался заинтересовать, объяснить, что это крутое жилье. Это не просто так. В нем есть изюминка. Почитать можете сами. Что она представляет из себя внутри? 16,6 квадратных метров. По факту, это одна комната вот в этой ромбообразной башне, где есть диван. У вас есть полноценный санузел, кухня, столик, коврик. Ну, некий такой лофт-стиль. Можно взять гитарку и вечером поиграть. Своеобразное жилье. Очень своеобразное. Но, с одной стороны, возможно, людям творческим или еще каким-нибудь людям это может подойти. Сдают ее по суточной. 7500 в сутки. Либо 125 тысяч в месяц. А? Нормально? Вот обратите внимание, что вначале я вам показывал одно окно, белое, пластиковое. А ниже окно обычное, деревянное. Потому что есть дополнительный этаж. Но этот этаж общий. Вот за той зеленой дверью, как вы думаете, что? Туалет, раковина. То есть, это общее пространство. И вот в этой башне получается именно квартира Карлсона. По-другому ее не назовешь. Но цена 14 миллионов 950 тысяч рублей. Что скажете? Прописку можно получить. Вот, кстати, по этой фотографии я и вычислил, что квартира находится здесь. Так сказать, по виду. Понял. Ну, вот в вечернее время. Вот этот верхний этаж и предыдущий нижний, он условно ничейный. Это общая территория. Там, по объявлению, вот мы видим, там есть туалет дополнительный. Ну, видно, что это что-то типа как подъезд, в котором установлены раковина и туалет. Как это и для чего это сделано, вообще непонятно. Но акцент заключается также в том, что объединить это и сделать как полностью своим нельзя. То есть, ты типа пользоваться этим можешь, и вряд ли кто-то из жителей туда пойдет. Но по факту, если вдруг какая проверка, жалоба, а ты там ремонт сделал, еще что-то, по шее тебе сразу. 16 квадратных метров. Ты поднялся, где живешь? В доме под юбкой, в центре, Тверская 17. Выхожу, 5 минут пешком вниз, Красная площадь, пожалуйста, красота. Вот такая движуха каждый день. То есть, вот он, вход во двор. Прикольное другое, что вот из этой квартиры ты выходишь утром, ап, и куда ты попадаешь? Сразу на оживленную улицу Тверская. Всем известная, довольно-таки популярная, центральная. Я думаю, смело можно назвать ее туристической улицей Москвы. Куда чаще всего приезжают многие туристы для того, чтобы пройтись, погулять и насладиться городом. У меня есть телеграм-канал, который я активно веду, и в него я делаю различные публикации. Будь то подборки с автомобилем по реально адекватным и выгодным ценам раз. Будь то мои вот эти вот наблюдения, когда я отправляюсь на сбор информации для очередного выпуска. Я делаю там различные опросы, делаю там посты, ну местами с юморком. Поэтому у кого есть желание и кто пользуется телеграмом, ссылочка ждет вас в описании, в первом закрепленном комментарии. В том числе на экране есть QR-код, можно прям лежа на диване, вот так вот чик-чик-чик, и ты уже подписан. Поймите, подпишитесь прямо сейчас, ведь отписаться вы всегда успеете. Что-то не понравится, все, нет, все, до свидания, отписались. Мы продолжаем, всех вас в любом случае жду в телеграме. В центральной части города всегда можно встретить, как известных людей. Вот буквально сейчас мы искали парковочное место, и вместе с нами его искал Юрий Стоянов. Более известный, как ведущий передачи «Городок». Есть городские сумасшедшие, которые идут сами с собой разговаривать. Ну а Нью-Йорк, это просто где-то там в подметках не годится, потому что у нас чистенько, аккуратненько, но со своими изюминками. Ну вот вы посмотрели квартиру, скажете, Дим, ну блин, ну 16 квадратов, не пойми где, где-то на чердаке. Давай что-нибудь еще, пожалуйста. Прямо здесь, вот в этом двухэтажном особнячке, есть шикарная квартира, большей площадью. Как написано, еще так вот интересно, на втором этаже. Думаю, так, на второй этаж это где-то здесь? Да, но нет. На самом деле квартира находится где-то здесь, и у нее большая часть площади, внимание, находится в подвале. Смотрим. Это известный особняк, на самом деле, он 1902 года. И квартира 32 квадратных метра по цене 24 миллиона 900 тысяч рублей. Лофт стиль, самый настоящий. Это вот оригинальный настоящий кирпич, из которого строились дома. Внутри уже подготовлен, в принципе-то, неплохой ремонт. Есть отдельная кухня, диванчик, санузел. Но самое интересное, это спальня, потому что она находится как раз на верхнем этаже. То есть вы из подвала поднимаетесь, выходите, и у вас будет спальня с окном. Вот планировка сделана, расписана. Также есть интересное описание, на основании которого можно делать выводы, что квартира для творческих натур. Вот это вот вообще интересно. И на самом деле люди же покупают. Кто-то живет, кто-то сдает в аренду, кто-то сдает под бизнес. Разные направления у этого есть. Поэтому те, кто захотят написать комментарий про абсолютно любую квартиру, что квартира Карлосона, что это, что блин, бред. Друзья, смотрите с разных сторон. Не только с точки зрения жизни. Люди используют их как посуточная аренда. Шикарный бизнес. Народ приезжает, о, прикольно, но необычное место. Ведь людей очень много, город многомиллионный. Если взять Москву и Московскую область, ну сколько там, миллионов 20, плюс огромный поток туристов. Если грамотно все это дело оформить, почему нет, многим, наверное, будет интересно. А так раз, вышел, чистенький, аккуратненький, кепочку одел, очочки. Идешь такой, да-да, уже в центре. Да я живу же здесь. Подъезжай, я всегда тут на месте. С третьим и четвертым объектом я уже набираю темп, чтобы вы не заскучали. Теперь в дальнейшем я сделаю еще какой-нибудь интересный подобный выпуск. Потому что вот про дома можно больше дать истории. Так, например, вот по улице Тверской, где мы сегодня были, дома некоторые двигали и двигали, говорят, на 15, 20, а то даже и 30 метров вглубь. Но вдумайтесь, дома, которые весят свыше 25 тысяч тонн, двигали. Не там стоят, надо было подвинуть. Но интересно же послушать. Опять же, кто живет? Когда жил? Ну, тоже можно пробежаться. Но в этом ролике я хотел ужаться в часик. Поэтому давайте так. Мы с вами перемещаемся на следующий наш объект. Это будет пятая квартира. Находится она на Таганке. Смотрим. Ну что, ребята, мы перемещаемся с вами дальше. Район Таганки. Это исторический центр Москвы. Здесь старая Москва. По сей день сюда люди приходят на обзорные экскурсии. Ведь здесь очень много старины. Но здесь нас встречает объект. Вот такой вот сталинский фасадный дом. Сталинский ампир. Дом был построен в послевоенные годы. И этот дом предназначался для военных. Здесь давали квартиры людям, которые отличились в годы Великой Отечественной войны. Ну а в простонародье его так и прозвали Генеральский дом. Ведь квартиры здесь давали далеко не простым людям, а военно-начальникам. Весь фасад в мемориальных досках. Все действительно стоит прийти, потому что есть что почитать для всех тех, кто интересуется историей. Построен он в 1957 году. Безусловно, есть различные истории, легенды, кто-то кому-то рассказал. Так, например, одному из жителей этого дома предлагали аж целых две квартиры в новостройках в обмен на его. На что он, естественно, послал их куда подальше. Ведь дом пропитан историей. Здесь жили его предки. И он искренне надеется, что и его внуки будут проживать в этом доме. Одна из интересных характеристик дома, что в нем есть ощущение основательности. Ведь раньше строили на века для комфортной и долгой жизни. Эдакие прогулки по Москве с Дмитрием Машковым. Мы с вами заныриваем во двор, но дом действительно добротный. Когда вот из таких домов стоишь, всегда есть чему зацепиться глазу. Посмотреть только на один официальный парадный вход в подъезд. И, собственно, зачем я вам буду доставлять дискомфорт, давайте я вам перескажу. Когда я собирал материал для выпуска, я нахожу вот в этом доме однокомнатную квартиру 24 квадратных метра. И она находится ни на чердаке, ни в подвале. Но меня очень сильно привлекло объявление. Цена квартиры 14 миллионов рублей. Вот я вам сейчас для затравочки показываю вот эту фотографию. Обратите внимание на вид из окна. Читая описание, я слышу, что квартира находится единственной в подъезде. Я думаю, подожди, подожди, как это так? Единственная в подъезде. Ведь фотографии фасадного дома. Ты думаешь, что такое? Далее я приехал сюда, начал гулять, ходить, смотреть. И нахожу вот этот объект. Вот, собственно, здесь квартира-то и находится. Вот эта стена красная, которая была видна из окна. И вот он, этот отдельный вход. Отдельный подъезд. И прямо сейчас мы с вами туда зайдем. Но сперва давайте я вам покажу, что представляет из себя квартира вот в этом генеральском доме за 14 миллионов рублей. Безусловно, все, что я вам показываю сегодня, не является какой-то скрытой рекламой. Но я не зря делал все скринкасты. Так, например, вот эту квартиру, которую я вам сейчас покажу, она снята с продажи. Все. Судя по всему, кто-то ее забрал. Ну вот оно, объявление. 24 квадрата, 14 миллионов рублей. Вот такие фотографии. Ремонт в квартире сделан. Ну, посмотрите. Конечно, на любителей я ее прозвал квартира от Тиффани. В квартире был сделан полноценный дизайн-проект. Расставлена мебель. То есть, поработали с пространством. В силу того, что всего 24 квадратных метра. Отдельная зона для спальни. Кухня. Рабочее пространство. Пространство для, так скажем, перекуса, отдыха. Полноценный санузел. Ну, все есть. В общем, посмотрите сами. Здесь можно предположить, что явно жила девушка. Но самая изюминка квартиры заключается в том, что она действительно расположена единственной в подъезде. И что она сейчас встречает в подъезде? Давайте я вам покажу. Заходим. Открывай широкий угол. Потихонечку. Значит, сейчас здесь идет ремонт. Что здесь делают? Я не знаю. Я ранее сюда приходил. Пойдемте за мной потихонечку. Повыше поднимаемся. То есть, вот так вот ты с ключиками. В общем, ребята пришли. Они занимаются как раз осмотром. Они контролируют этап вот этого строительства. Вот это вот получается черновой ход. И то есть, здесь мы можем с вами наблюдать. Идут коммуникации, которые относятся к квартирам. Но удивительным образом в этом черновом ходе есть только одна жилая квартира. Вот она. Я номер ее прикрою. Сам смысл, что вот. Такой интересный вариант. Ты возвращаешься домой. Ну, предположим, что ремонт закончился. Здесь ничего нет. Ты можешь здесь поставить своей цветочкой. Да что угодно. То есть, условно, это общая территория. Все жители дома имеют право сюда зайти попасть. Но по факту это нахрен никому не надо. Кроме как тебя и коммунальных служб. Поэтому здесь ты. Я просто всегда такой мечтатель, если хотите. Я себе представляю, как я даже эту зону как-то обыграл бы. Вот эти окошки деревянные я бы вырвал. Поставил бы белые, но пластиковые. То есть, создал бы дополнительный уют. И на мой взгляд, было бы все замечательно. За исключением этого вида. Потому что окна у тебя, ну вот, прохожие мимо ходят. Машина ездит мимо. Вид у тебя из окна никакой. По факту квартира хороша для тех, кто много работает. Пришел переночевать. Учишься. И вообще в целом ты не любитель смотреть в окна. Потому что, как выясняется, огромное количество людей. Вообще шторы вся зашторивают. Им что там за окном. Плевать. Ведь есть майфун. Есть телевизор. Есть компуктер. В который ты будешь уставлен. Уже были замечены такие рыжие товарищи. Таракан, таракан, тараканищий. Вот здесь где-то бежал. Мы его такого пнули. Главное, мы его не прибили. Но мы его пнули. Он отлетел в сторону. Ну вот, это уже другой. Это уже другой. То есть, это получается уже второй, да, таракан. Который мы лично увидели только здесь и сейчас. Вот изюминки для друзья. Подойди поближе. Кто из вас за тысячу рублей готов засунуть туда руку? Если кто-то готов, давайте. Будет у нас целый конкурс. Что это такое? Ну, суть по всему, это какая-то вентиляционная шахта. Но там лежит банка. Знаете, что написано? Селяночка. Да там, короче, жесть. Там какая-то дополнительная помойка. Но это просто ужас. Вот. Я даже не знаю, что это такое. Вот то же самое есть здесь. Смотри-ка. Вот так вот мы берем. Сейчас как летучая мышь оттуда вылетит. Ну, такое ощущение, как это может мусоропровол... А, точно. Это, наверное, мусоропровод, который был когда-то. Вонь, да? Вонь. Это, наверное, мусоропровод, который раньше был в квартирах. Точно, точно. То есть, получается, теоретически. Вот это, которое лежит... Блин, сейчас, секунду. Я из троллей. Типа того. Яйца селяночка. Да нет. А, блин. О, друзья, вот это жесть. Не, вот это мы даже открывать больше не будем. Я вот так вот буду держать. Там тараканов просто, мама дорогая. Я сейчас прям посвятил. Они там кишат. Я серьезно говорю. Блядь. Не, пошли. Все. Не очень приятное место, но интересно. Уходим. Фу, я вам скажу так. Вот это вот по-живому, оно всегда интересно. Но руку, я говорю, туда кто-нибудь засунь. Да ну и он нахрен. Вот переходя на эту сторону, понятно дело, что планировки в доме абсолютно разные, но мы уже теперь понимаем, что вот этот первый этаж, такие небольшие окошки, это получается квартира. Друзья, как говорится, не добавить, не убавить. Я считаю, что выпуск получился действительно увлекательным, полезным, с историческими нотками и в целом динамичным и интересным. Пришло время вам написать в ваш комментарий, что вы думаете по этому поводу. Рекомендую подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, потому что дальше вас будут ждать больше роликов на разные темы. Буду стараться снимать что-то интересное, полезное и удивлять. Лайк с вас, комментарий. Не забудьте подписаться на телеграм-канала. Спонсоры выпуска по ссылочкам ждут вас в описании. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok